Центр мониторинга, который работает при департаменте автодорог Ульяновской области, отслеживает состояние дорог в регионе в режиме онлайн. Для этого на ключевых трассах установлены веб-камеры, чтобы получать оперативную информацию о проблемных участках. Центр мониторинга у нас функционирует не первый год и максимальное количество камер, по которым отслеживается ситуация, было 14 стационарных и две передвижные, устанавливаем на машинах, которые могли быть направлены в любую точку области, непосредственно для того, чтобы у нас, как говорится, была картинка из первых рук. По словам специалистов, передвижные камеры нужны для того, чтобы исключить получение недостоверной информации. Если быть точнее, то доказать получение ложного сигнала. Удивительно, но до сих пор находятся люди, которые дозваниваются на горячую линию и рассказывают о непреодолимых снежных заносах, хотя дорога может быть абсолютно чистой. По такому ложному звонку на тот или иной участок перебрасывается спецтехника. Тратится время и средства, хотя эти же самые машины могли бы работать на реальных снежных заносах. От чердак лов до Димитрограда невозможно было проехать, как граждане говорили. Вот мы ловко анализировали ситуацию. Дорога обработана противоговорным материалом, открыта, от снега. В принципе, камера поворотная, можно посмотреть, как в сторону города. Димитроград, то есть непосредственно гору, это самый проблематичный участок у нас. Также в другую сторону, в сторону Икольского, Черемшане. И там и там получается, что дорога у нас в хорошем состоянии. На горячую линию даже поступают звонки, где водители требуют привезти зимнюю дорогу чуть ли не в летнее состояние. Как отмечают специалисты, некоторые водители как будто забывают, в каком регионе они живут, и что снегопады для Ульяновской области – это обычное явление. И в зависимости от категории дорог, со снегом и льдом борются по-разному. У нас порядка полутора тысяч километров находится, по нормативным требованиям, может находиться в снежном накате. И водители тоже, пусть не путают это. Есть высокая интенсивность движения транспорта, где действительно бескостарная смесь работает. Ну, принцип какой ее? Начнет работать, когда есть движение транспорта. То есть колеса в процессе движения имеют физическое свойство нагреваться резины и передается непосредственно, вот это вот тепло передается на пескостарную смесь, которая катализирует и начинает работать. И поэтому происходит таяние вот этого снежного, ну, ледяной упорки, таяние. Где нет движения, соответственно, как бы мы ни обрабатывали, результат будет нулевой. Для справки. На территории региона работает более 200 единиц спецтехники. Работа производится как в виде текущего патрулирования, так и в усиленном режиме. При этом даже регламентируется определенное время на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние. Сроки ликвидации зимней скользкости и ликвидации снежных заносов у нас числяются нормативными требованиями по окончанию снегопада. То есть по окончанию снегопада в течение 4-6 часов на властных дорогах высокой движения и на прочих до 12 часов должно быть расчищено от снежных заносов. Поэтому совет водителям. Если на некоторых дорогах не виден чистый асфальт, то не стоит паниковать и сразу звонить на горячую линию, заявляя о непреодолимых снежных заносах. Возможно, это просто снежный накат, по которому можно беспрепятственно проехать. Субтитры создавал DimaTorzok